Здравствуйте! Давайте поговорим о санаторно-курортном лечении подагра. На портале sanatoriums.com представлено несколько курортов, где ее лечение является одним из показаний. Мы будем говорить о основных. Известный курорт Трусковец прославился своей водой нафтуся. Маломинерализованная, гидрокарбонатно-натриевая, магниевая, кальциевая вода, целебные свойства которые связаны с входящими в ее состав органическими веществами нефтяного происхождения. Воды итальянского курорта Фьюджи содержат органические вещества, которые относятся к семейству фульговых и гуминовых кислот и обладают низкой минерализацией. Следующими в этом списке идут курорты Европы с радоновыми водами. На курорте Теплице подагру лечат с 18 века. Основным природным фактором этого курорта являются радоновые термальные, второсодержащие гидрокарбонатно-натриевые, сульфатные, кальциево-магниевые воды. На польском курорте Сверадов-Сдрой применяются слаборадоновые воды как для наружной больной терапии, так и для питьевого лечения. Сибирский курорт Белокуриха известен благодаря своим радоновым азотно-кремнистым термам, температура воды в которых составляет 42 градуса. Для питьевого лечения применяется Белокурихинская восточная. Это слабоминерализованная, сульфатно-хлоридная, кальциево-магниевая, натриево-минеральная вода. В Пятигорске для больного процедур используются радоновые источники горы горячей. Сернистые воды Пятигорска отличаются высокой температурой до 47 градусов и относительно малой минерализации, а также входящий в него сероводород и кремний, концентрация которых является терапевтически активной. Для питьевого лечения в Пятигорске используется холодный и теплый нарозаны и вода из источника Красноармейский. Вот мы перечислили несколько курортов, на которых возможно лечение подагры, а также самостоятельно вы сможете воспользоваться фильтром по поиску заболеваний, внеся в поисковую строку ваши заболевания подагра. И перед вами появятся те курорты, на которых возможно лечение данного заболевания. Ведь количество курортов на портале sanatoriums.com постоянно увеличивается. Теперь мы поговорим непосредственно о самом заболевании и какие факторы применяются в лечении подагры на курорте. Коснёмся немного патогенеза. Подагры страдают от 1 до 2 процентов населения планеты и преимущественно это мужчины. Гиперпродукция мочевой кислоты связана с генетически обусловленным дефицитом такого фермента, который называется очень сложно, гипогуанин, фосфорипазилтрансферазы. Гиперурикемия, это повышенное содержание мочевой кислоты в крови, встречается у всех пациентов с подагрой. Но подавляющее большинство пациентов с гиперурикемией не испытывали приступы острого артерита. А это говорит о том, что подагра обусловлена патофизиологическими особенностями, определяющими отложение уратных кристаллов в тканях, ведущим к воспалительным и дегенеративным изменениям. Комплексное санаторно-курортное лечение прежде всего направлено на устранение гиперурикемии, а также является методом профилактики и прогрессирования всех клинических проявлений этого заболевания. Основная цель санаторно-курортного лечения подагр, как я уже и сказала, это уменьшение содержания мочевой кислоты в крови. Это является и основным базисом в терапии подагры, которая обеспечивается диета терапией и применением лекарственных препаратов. Комплексное санаторно-курортное лечение подагры с помощью питьевого лечения, грязелечения и больных процедур два раза в год обеспечивают формирование стойкой ремиссии у пациентов с подагрической артерпатией и позволяют предотвратить поражение внутренних органов. Для санаторно-курортного лечения предпочтительные курорты с питьевыми и слабо минерализованными водами, грязями или минеральными водами для проведения больной процедур. Пациентам с подагрой показано санаторно-курортное лечение на грязевых и больно-терапевтических курортах с хлоридно-натриевыми, сульфидными, радоновыми, азотно-кремнистыми и йодо-бронистыми водами. Прошу вас учитывать, что те пациенты, которые имеют поражение почек, противопоказано посещение курортов с сульфидными водами. При латентном и уролитиазном поражении почек показаны питьевые курорты, а при протеино-уреическом показаны плюмотические курорты. Курортами выбора для пациентов с подагрической нефропатией являются такие курорты, как партарож и исхия, которые тоже представлены на портале sanaatoriums.com. Противопоказания для санторно-курортного лечения пациентам с подагрической нефропатией. Являются те состояния, когда заболевание протекает с почечной недостаточностью и выраженной артериальной гипертензией. При урлитиазном типе нефропатии пациентов можно направлять на питьевые курорты, если нет препятствия по сажу мочи со стороны конкрементов, а также можно направлять пациентов после литотомии или трепсии. Для питьевого лечения при подагре применяются маломинерализованные щелочные воды, преимущественно гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного состава, такие как в Чехии Марианские лазни, Карловые вары, в России Железноводск, Ессентуки, в Италии Фьюджи. Принятые во внутрь гипотонические воды всасываются, увеличивая объем вне клеточной жидкости, мобилизуют метаболические процессы и быстро выводятся из организма, обеспечивая своеобразную мойку межлеточного пространства и мочевыводящих путей. Увеличение диуреза способствует снижению гиперурекемии, а ощелачивание мочи повышает растворимость мочевой кислоты и тем самым предупреждает возникновение и прогрессирование тофусных отложений в органах мишени и подагрического нефролитиаза. Эффекты этих вод обусловлены минеральным составом. Входящие в них микроэлементы являются катализаторами ферментативных реакций, важных биохимических процессов. Питьевое применение радоновой воды оказывает противовоспалительное, диуретическое, десенсибилизирующее, седативное и анальгизирующее действие. Низкое содержание минеральных веществ в радоновых водах для питьевого лечения позволяет увеличить диурез и способствует выведению уратов. При питье радоновой воды улучшается обмен мочевой кислоты и это связывает с влиянием радоновых процедур на функцию печени. Гидрокарбонатные анионы ощелачивают мочу и способствуют растворению уратов и выведению их с мочой. Растворяя слизь в мочевыводящих путях, разрешают воспалительный процесс. Серосодержащие сульфатные и сульфидные воды оказывают выраженный диуретический эффект, противовоспалительные действия, а также оказывают выраженное желчегонное действие, регулируя стул и улучшая элементационную функцию, таким образом ведущим к снижению гиперурекемии. Присутствие ионов магния полезно для тех пациентов, у которых течение заболевания сопровождается нефролитиазом, а по статистике это более 25% пациентов. Присутствие ионов кальция повышает растворимость мочевой кислоты в моче, чем обуславливается положительное влияние кальций, содержащих вод. Кроме этого, ионы кальция обладают выраженным десенсибилизирующим и противовоспалительным действием. Бальная терапия больных с подагрой проводится в межприступном периоде. Бальные процедуры улучшают микроциркуляцию, способствуют улучшению кровообращения и трофики тканей и синавиальной оболочки суставов. Под действием радоновых, ядобромных, хлоридно-натриевых ванн значительно улучшается функция почек, повышается клиренс мочевой кислоты, увеличивается диурез и таким образом улучшается экскреция уратов. Гидротерапия в комплексном санаторно-курортном лечении для пациентов с подагрой оказывает терапевтическое действие за счет нескольких эффектов химического, термического и механического факторов. Широко применяются души, дождевое, струевое, душ-шарко и различные ванны, как общие, так и двух- и четырехкамерные. В лечении подагрой в санаториях широко применяются различные виды массажа, ЛФК и аппаратной физиотерапии, а также неизменным компонентом санаторно-курортного лечения является питание с низким содержанием пуринов. Сочетание медикаментозных методов лечения и санаторно-курортного лечения позволяют достичь хороших результатов более чем у 2-3 пациентов. Всем доброго здоровья и эффективного лечения!